В школах Чувашии сейчас реализуется программа по безналичному расчету за обеды. В Вурнарах внедряют технологии, которых еще нет нигде в Чувашии. О том, как школьники поселка теперь расплачиваются за питание, смотрите далее. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панула, с вами прощаюсь. До встречи. Чем и как часто питаются дети во время перемен, от их родителей теперь точно не скроешь. Столовые в школах поселка Вурнары оборудовали современными терминалами. Ученикам больше не нужно пересчитывать денежные купюры. Обеды они оплачивают, просто приложив пальцы к вот такому датчику. Устройство сканирует отпечатки и через считанные секунды выбивает чек. Преимущество этого ноу-хау в школе уже успели оценить. Ученицы восьмого класса говорят, что раньше приходилось долго стоять в очередях. Сейчас детей обслуживают намного быстрее. Ты даешь сразу талон и уходишь. И не нужно ждать, пока ты разноходишься, пока тебе посчитают, пока дадут с датчиком. Тебе дают пользу, и ты сразу уходишь. Главное, наши дети сыты. И количество питающихся, если они раньше питались только один раз, на данный момент они уже могут тебе позволить два раза, три раза, если позволяют деньги, если родители вложили определенную сумму. Инновационные технологии в школах поселка только начали приживаться. Причем таких терминалов нет больше нигде в России. Пока это пилотный проект. Его реализует Чувашское отделение Сбербанка. В еще 15 учебных заведениях были установлены устройства, которые списывают деньги с обычных карт. Практически 11 тысяч детей и преподавателей пользуются школьным питанием с использованием либо банковских карт, либо, как вот в Урнарской среднеобразовательной школе номер один, с использованием идентификаторов биометрических, скажем так, показаний с пальцев. Мы считаем, что на первом месте должно быть удобство. И если родителям или деткам удобно рассчитываться с помощью карты, конечно же, мы такую возможность тоже предоставляем. Просто на наш взгляд, как я уже сказал, важно показать возможности. Еще одно преимущество таких терминалов – безопасность. За обед в столовой могут расплатиться только те, у кого были отсканированы отпечатки пальцев. Эту процедуру проходят все школьники и преподаватели. Рисунок отпечатка зашифровывается в двоичный код. Так что непосредственно фото отпечатки пальца не хранятся в базе и не могут быть использованы в других целях. Зато родители учеников будут уверены точно, что их ребенок не голоден и не потратил деньги на чипсы и газировку. Об этом им приходят соответствующие СМС-сообщения. Не болит голова о том, что надо дать деньги, которые, ну, не секрет, могут и отнять, да, вот, и потратить на другие нужды. Подобные устройства для сканирования отпечатков в ближайшее время появятся в школах Канаша, Алатария, Ядрина. Но перспективы куда глобальнее. В Чувашском отделении Сбербанка планируют запустить этот проект на территории всей республики. Возможно, что опыт региона будет полезен и всей стране. Медрик Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.